Девушки отдыхают Девушки отдыхают Нам пока не удалось получить реакцию антикоррупционной прокуратуры на заявления депутатов от БКС. Они прозвучали через несколько дней после того, как в интернете была опубликована якобы частная переписка министра юстиции Сергея Литвиненко. Это произошло в тот день, когда в правительстве рассматривали обращение главы Минюста в КС о запрете партии ШОР. Позже были опубликованы чаты, якобы принадлежащие советнику президента по безопасности Дарину Ричану. Девушки отдыхают Причиненного ущерба Украине в ходе боевых действий. Между тем, выплата компенсации за причиненные разрушения значатся в списке условий мирного плана Украины. Документ накануне на саммите G20 представил Владимир Зеленский. Среди прочего, Украина настаивает также на подтверждении Российской Федерации территориальной целостности страны и выводе оттуда своих войск. Хотим, чтобы эта агрессивная война со стороны России была прекращена справедливой в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, международным правом, но не в любом случае. На основе договоренности, также сформулированных генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. Украине нельзя предлагать компрометировать свою совесть, суверенитет, территорию и независимость. Мы уважаем правила и являемся людьми слова. Украина всегда была лидером в миротворческих усилиях и мир был свидетелем этому. И если Россия говорит, что хочет прекратить эту войну, докажите это действиями. Мы не позволим России ждать, наращивать силы, а затем начинать новый виток глобального террора и дестабилизации. Понятно, что верить словам России не стоит. Не будет Минска в три, которую Россия нарушила бы сразу после подписания. Киевский лидер попросил глав государств самых мощных экономик мира поддержать этот мирный план и положить конец войне. Он также потребовал освободить всех пленных украинцев. Заявления прозвучали в связи с тем, что украинские силы продвинулись на юге-востоке страны и недавно освободили западный берег Днепра, в том числе город Херсон, который Зеленский посетил накануне. В российском МИДе в свою очередь заявили, что Россия, цитата, не приемлет предварительных условий для начала переговоров по Украине, в том числе о необходимости вывода российских войск. Владимир Путин на саммите G20 в Индонезии не присутствует. Его представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Теперь официально. Во вторник, 15 ноября, население Земли достигло отметки 8 миллиардов. Прирост населения планеты на 1 миллиард произошло всего за 12 лет. При этом отметки 8,5 миллиардов человечество, согласно прогнозам, достигнет к 30-му году, а пика 10,4 миллиарда к 80-му. Такие данные представили в пресс-службе ООН. Индия, которая внесла наибольший вклад в достижение цифры 8 миллиардов, он составил 177 миллионов, обогнала Китай, вклад которой составил 73 миллиона, и, по прогнозам, станет самой густонаселенной страной. Ожидается, что рост населения этой страны продолжится примерно до 50-го года, в то время как население Китая продолжит сокращаться. В ООН также отмечают, что за 200 лет численность населения Земли выросла в 8 раз, при этом именно 20-й век. Несмотря на две мировые войны, исторические катаклизмы стал столетием, когда человечество начало резко увеличиваться. Причины называют научный прогресс, улучшение качества медицины, победу над многими заболеваниями, широкий охват вакцинации, расширение доступа к питьевой воде. По оценкам специалистов, к 2050 году численность населения республики Молдова за рубежом будет практически равна численности населения, оставшегося в республике. По данным Национального бюро статистики, численность постоянного населения нашей страны на начало текущего года составила более 2 миллионов 600 тысяч человек. Смертельная авария в Еловенском районе. Пьяный мужчина сел за руль машины и перевернулся. Одна из находившихся с ним двух пассажирок, 43-летняя женщина погибла. Пострадавших доставили в больницу. Несчастье произошло около половины третьего ночи. На месте происшествия полиция установила, что 39-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Хонда Серви, по неустановленным на данный момент причинам не справился с управлением на повороте, в результате чего перевернулся на обочине проезжей части и вылетел в поле. В результате полученных травм 43-летняя пассажирка скончалась на месте, а водители и еще одна 41-летняя пассажирка были доставлены в столичный институт скорой медпомощи. Проверка алкотестером показала, что у 39-летнего водителя концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе в пять раз превышала допустимую норму. После медицинского освидетельствования мужчину задержали на трое суток. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Также минувшей ночью произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие на Кольцевой развязке, тоже в Яловенском районе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Помните, режьте. Случилась авария приблизительно в 6 часов вечера. Очевидцы незамедлительно сообщили в службу 112. Прибывшая на место полиция установила, что в ДТП угодили «Опель», которым управлял 55-летний мужчина и «Фольксваген Шаран», за рулем которого находился 39-летний водитель. После удара Volkswagen Charan врезался в другой автомобиль Opel Astra, управляемый 28-летним мужчиной. В результате ДТП пострадали водители Opel, Volkswagen, а также пассажиры последнего. Всех доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства, при которых произошли обе аварии. В автосервисах нынче многолюдно. С приближением зимы многие устремились туда поменять свои шины. Но каково было удивление водителя, когда они узнали, что цены на них выросли практически на четверть. По словам экспертов, у европейской каучуковой промышленности до сих пор были проблемы с сырьем, поступающим из России. Поэтому пришлось поднять цены на затраты. Конечно, надо заменить. Скоро похолодает. А через неделю, как я поняла, выпадет уже и снег. Некоторые нам признали, что на фоне возросших цен намерены использовать прошлогоднюю резину. Что касается все же покупки шин в этом году, водители говорят, что учитывают несколько важных критериев. Чтобы были по сезону, соответствующего размера, предусмотренного фабрикой. Я установил новые шины для безопасности на дороге. Хочу быть уверен, что в случае торможения или ускорения будет хорошая адгезия с проезжей частью. У меня с прошлого года, но они практически новые. Я только одну зиму на них проездил. Автоэксперты подтверждают, цены в этом году значительно выросли. Хотя недостатков в покупателях нет. Ведь безопасность превыше всего. К сожалению, автошины подорожали где-то на процентов 20-25 в этом году. Это связано с тем, что сам каучук, то есть натуральный, который используется при производстве шины синтетически, они выросли в цене в производстве. Цены варьируются от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч леев. Да, более безопасная шина для движения по льду и по снегу. Та, которая имеет очень много вот таких вот, как мы их называем, мелких насечек, ламели. При этом в целях повышения безопасности дорожного движения с 1 ноября по 31 марта водители обязаны ездить с включенным ближним светом и днем. Эта мера предусмотрена правилами дорожного движения. Правоохранители также рекомендуют водителям регулировать скорость в соответствии с дорожными погодными условиями и соблюдать большую дистанцию между движущимися транспортными средствами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова